всем привет вы на канале богини рукоделия и вот прошла очередная неделя и сегодня будет у нас отчетик по ликвидации вот смотрите я специально приготовила такую инсталляцию могу так сказать для вас чтобы вы так посмотрели такой осенний у меня пейзаж такое осеннее настроение конечно хочется эти деньки как-то теплые сейчас они продлить их подольше ну вот такую красоту я немножечко здесь навела сейчас я сделаю фото для фейсбука и instagram так есть вот сегодня мы немножечко по традиции мы будем обсуждать наши отчеты по ликвидации конечно же будем за горячей чашечкой чая по традиции у нас было кофе но мы эту традицию немножечко переделаем на чай вот так что вы усаживайтесь поудобней наливайте чай кофе кому как удобно вот и какое время суток у вас сейчас у меня сейчас вечер и в принципе можно было бы кофе но решила я чай так смотрите о ликвидации кто знает о ликвидации принципе долго говорить здесь нет смысла кто не знает я ставлю ссылочку на первое видео где она проходит ликвидация оставлю ссылочку и вы сможете поподробнее узнать все и если у вас будет желание присоединиться конечно же буду всем рада как говорится сердце мое открыто для всех и будем с вами вместе ликвидировать ваши долгострои так давайте же начнем обсуждать нашу недельку которая прошла в принципе все справились со своей задачей все сдали отчетики отчетики все как положено во время были сдаты там было был нюанс не во время там стали отчетик но это такое поправимая то есть я это все быстренько организовала и девочки все во время сдали отчетики отчеты все прекрасные вообще где девочки которые выполнили норму в ликвидации я очень вами горжусь я горжусь вообще горжусь вами всеми даже теми людьми которые по каким-то неким причинам не вышивали на этой неделе но всякое бывает и все равно вами горжусь и горжусь тем что вы все-таки не уходите с проекта тем что вы все-таки помните про свои работы которые нужно ликвидировать вот ну я сегодняшний отчет хочу посвятить тому что как же все-таки взять себя в руки и все-таки ликвидировать вот ту работу у каждого из нас эта работа легкая либо она сложная либо она по каким-то причинам тяжело идет при вышивке то есть если было бы все так легко если было бы так все гладко я бы никогда бы наверное не решилась бы на проект и вообще на какой-то там организацию каких-то там вопросов а так как я знаю по себе я в принципе без этого проекта не могу вышивать вишенки только с ликвидацией только с ликвидацией мне получается давайте сейчас мы посмотрим отчеты наших девочек у нас 20 участников то есть 20 работ участвуют в ликвидации я думаю что это не предел что мы только начинаем немножечко двигаться вперед и немножечко начинаем развиваться и поэтому я жду новых участников и буду рада всем давайте посмотрим отчетики и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, вот все отчетики мы просмотрели. Все просто, все меня вдохновляют. Все ваши работы вдохновляют меня вышивать свои вишенки. Потому что если бы не ваши отчеты, не ваша работа, не ваша вышивка, не ваше желание вообще вышивать, я бы вишенки не вышивала. Как вы заметили, участники проекта ликвидации, я на этой неделе до выхода в эфир, вообще до того, пока я не выложу видео, я свой отчет не показываю. Почему? Потому что у меня, лично у меня просто на этой неделе рекорд. Я перевыполнила вообще план. И да, я смогла, я смогла вышить, получается, вот этот четвертый лист за эту неделю, я смогла его вышить, да, вот, смотрите, я сейчас хочу понять, видно вам или нет. Я сейчас так помещу это все в кадр. Вот, смотрите, сейчас, минуточку, я подвину свои чайнички, чашечки, для того, чтобы показать свой отчетик вам. Вот, смотрите, какая просто, я просто, я в шоке, сама от себя, я вообще, у меня, как бы, эмоции меня переполняют. Почему? Потому что я вообще, да, я когда говорила, что я бы хотела за неделю вышить в прошлом отчете, но я не думала вообще, что я смогу довышивать вот эту вот часть, получается. И вот, смотрите, как я смогла сделать, я сейчас хочу сделать вот такую красивую фотографию, такую, смотрите, классно смотрится, вообще шикарно. Минуту, оп, и я сейчас сделаю отчетик, потому что я не делала отчетик, я заведомо не делала, я держала вас всех в интриге, сколько же я вышила, и вообще вышила ли я вообще. Вот, так, у нас отчет со словом сентябрь, пишем сентябрь, сентябрь, вот, я делаю отчетик свой, вот так вот, вот так вот красивенький на этой неделе, у меня он будет такой отчетик, оп, есть. Так, отчетик у нас готов. Вот, смотрите, теперь я рассказываю, что же я здесь натворила. Я вышила вот этот вот лист, получается, четвертый, я вышила здесь два листика, и здесь в половинке тоже два листика схемы. Это четвертый лист. На этой неделе я вышила 1145 крестиков. 1145 крестиков. Из них, ну, просто вот этот вот, сейчас я покажу вам точно, где эта часть, я сейчас вам покажу. Вот у меня появилась такая интересная линеечка. Так, где, где эта часть? Она не здесь. Так, где же ты? Как же мне тебя распознать? Сейчас, одну минуточку. Вот, вот. Вот, вот эта вот часть, вот так вот, мне кажется, она была. Или не так? Сейчас я посмотрю. Точно, как она была, эта часть. Так. Вот так вот. Вот, вот эту часть я вышила, ну, то есть, это был у нас листочек, но он был как-то вот так вот. Седьмой, ну, по моей схеме. То есть, третий, который я вышиваю. А этот листочек, и здесь еще, ну, немножко пальцами закрылась, здесь капелька, там, воды, росы, непонятно. И вот эту вот часть я вышила за две недели. То есть, на прошлой неделе я вышила 570 крестиков, и на этой неделе я вышила 1145 крестиков. В общей сложности это у нас получается 1715 крестиков. Да, 1715 крестиков. В принципе, за две недели, за две недели, для моих вишенек это просто рекорд. Я всех, просто всех вас благодарю. Я всех вас, вообще, я не знаю, мне хочется вас всех просто на руках носить. От радости мне хочется прыгать и вообще петь, не знаю, кружиться. То есть, если бы вы видели сейчас мои эмоции, да, когда я вышила, когда я понимала, что это было воскресенье вечер, что да, я смогу вышить, и я здесь долго сидела с одиночками. Здесь у меня оставалось одиночек, наверное, штук 27. 27 одиночек, и я постоянно, постоянно меняла ниточку, постоянно меняла ниточку. То один цвет возьму, вышью, потом у меня опять, где-то здесь одиночка опять тот же цвет, опять выберу. Ну, то есть, ну, как бы я сидела весь вечер, эти одиночки все делала, делала. И я как-то вот даже, ну, у меня даже в надеждах не было. Я думала, что я не сделаю за воскресенье, не сделаю эти одиночки, потому что, ну, это очень сложно, сложно менять постоянно вообще ниточку, постоянно эти одиночки выискивать, и их там искать, и вышивать. Ну, как бы в хорошей компании, муж мне помог в своей компании, спасибо ему. Я вышила эти, получается, вишенки, вышила эти одиночки. И вот я вообще, я очень-очень рада, и я благодарю всех-всех, до единого всех участника вообще проекта ликвидации, но не только проекта ликвидации, всех участников вообще группы Гигантомания. Потому что вы, ну, как бы, даете вдохновение, вдохновение на вышивку, вдохновение на то, что нужно садиться и вышивать, то, что нужно ликвидировать вот этот свой застой. Ну, то есть это очень-очень мне помогает, и благодаря вам я вот смогла, получается, у меня на сегодня, на сейчас, у меня вышита половина работы. Вышивала я их 9 месяцев. Ну, да, почти как ребенка носила 9 месяцев. Ну, как бы, вот так вот. Надеюсь я, вообще, надеюсь, в моих, моих бы вообще идеальных бы планах, потому что я хочу вышить много чего, и на ликвидацию у меня еще есть один проект. Даже не один там поискать. Но я бы хотела бы, ну, вообще, в идеале бы вышить бы за осень, то есть до декабря, для того, чтобы пойти к тому проекту, который я хочу, вышивку еще одну в ликвидацию пустить. Там у меня на равномерке, декоративными ниточками, шелковыми, вот там вообще. Там вышит, там, получается, третья часть дорожки, и, как бы, там долго тоже вышивать. Вот бы вы, мне бы хотелось, чтобы я закончила вишеньки осенью, и в декабре я приступила к той дорожке, и, возможно, может быть, у меня бы, если бы ко мне пришла бы муза, я бы за декабрь, до января, то есть до праздников, я бы вышила ту дорожку. Но это как карты лягут, вы знаете, здесь такое. У меня были отчеты, я вообще делала 300 крестиков, 270 крестиков. А потом как-то, как-то мне с вашими, я вижу, что вы вышиваете, что вы сдаете отчеты, что какие красивые просто картины вы вышиваете, и мне самой хочется, хочется больше времени уделять вишенькам, и больше желания, как-то так просыпается. Ну, вообще, я очень, я под впечатлениями, и я думаю, что я вам это передала через экран, то есть свои впечатления, просто я, ну, реально я не ожидала, что я смогу их вышить, потому что это для меня была сверхзадача. Так, я сейчас хочу вместе с вами повышивать немножечко, начать все-таки. Начну я вышивать свой, это у меня будет пятый уже лист, вот он по схеме у меня идет четвертый, то есть я сейчас покажу, что я вышила. Так, вот смотрим, смотрите, я вышила, получается, половинка, ну, половина схемы, вот так вот, половину схемы я вышила, вот, вот эту нижнюю часть. Теперь моя задача вышивать верхнюю часть, но вот эта вот вишенька, которая красненькая, она пойдет, мне кажется, быстро ее вышью, здесь веселее идет, ну, как бы, процесс, потому что яркие красные цвета, потому что, ну, вот здесь как-то, мне кажется, веселее. А вот когда я приду на эту вишеньку, ох, здесь мне нужно запастись терпением, потому что здесь реально, здесь черно-серо-коричневый цвет, все, больше других, ну, есть там некоторые одиночки, там бежевые, там красненькие, может, одиночки попадаются, но это очень здесь сложно, и когда будет вот этот этап, у меня уже, эта половинка, черешеньки, вишеньки, то я не знаю, я вообще не знаю, я не знаю, как я буду вышивать, с каким темпом, с каким вдохновением. Я надеюсь, что я с вашей помощью смогу это сделать, что мы будем вместе с вами вдохновляться, будем вместе с вами вышивать и ликвидировать свои вот такие вот работы. Работа, ну, как бы, я понимаю, что с точки зрения, ну, знаете, как, как говорится, своя рубашка своим же, ну, ближе к телу, понятно, что своя работа всегда будет, если она сложна, то никто не поймет, насколько она сложна, то есть и передать вам сложность этой работы я тоже не могу, и осознать всю сложность в ваших вышивах, но я тоже не могу. Да, я понимаю, я понимаю сложность, я понимаю, что где-то там бисер не так ложится, я понимаю, что там где-то как-то ниточки не такого цвета, я понимаю, что что-то там у вас происходит, что ну просто вы не можете вышивать, сесть и вышивать эти работы либо пропало вдохновение либо что-то еще ну всякое бывает либо это сложно, либо появились более интересные проекты то есть вышивки какие-то интересные появились ну как бы я вас всех понимаю но все же я хочу и убедительно как бы прошу вас вышивать свои работы которые участвуют в ликвидации почему? потому что без вас я не вышью эти вишенки ну без вас без ваших отчетов без вашей вышивки если вы не будете вышивать я просто ну как да я буду вышивать как же я до этого времени вышивала ну это будет знаете как я буду еще наверное года два вышивать их так где-то я на эмоциях на эмоциях все я потеряла где-то свою иголку вот у меня это эти иголки просто они я вот не знаю я вообще не знаю мне хоть обвешайся всеми магнитами потому что мне уже Наташенька подарила два магнитика я себе там заказала еще магнитики но вот видите дело в том что я я сняла иголку она у меня была я так спешила так хотела вам показать все она у меня была эта иголка и я куда-то ее положила но сейчас попытаюсь ее найти ну короче как-то так я такая Маша-растеряша милочка-растеряшечка так ну иголка у меня здесь в принципе не маленькая и в этой комнате никто кроме меня не ходит ну сейчас я попробую потрусить может она упадет у меня так ну что ж такое ну не может быть такого что я ее где-то она совсем где-то затеряла не может быть а вот-вот-вот я ее нашла ура-ура-ура нашла иголку вообще ну я не знаю у меня вот эта беда с этими магнитами с этими игольничками сказать что нет у меня игольнички так есть же у меня игольничка ну вот понимаете я на радостях так хотела с вами поделиться вообще хотела посмотреть ваши отчеты хотела вообще ну поделиться вообще всей информацией которая за неделю накипела ну то есть как-то вот я так спешила спешила и забыла опять взять свою игольничку магнитницу и короче забыла так я здесь настраиваю кадры чтобы было видно чтобы было понятно так вот все у нас красиво и я хочу вместе с вами сейчас повышевать так вот я буду вышивать получается у нас это у меня по схеме у меня четвертый лист но это я вышиваю это у меня пятый лист пятый лист который я буду вышивать и пятый из восьми вот что еще хочу сказать полная схема полностью все это здесь восемь листов я хочу себе здесь написать когда же у меня был старт так вот старт у нас сегодня понедельник старт старт понедельник 9 сентября 9 0 9 ох какая дата вообще шикарная вот так вот это мой старт сколько я вышью на этой неделе я вообще даже не знаю загадывать не буду но за неделю это точно я не смогу вышить потому что у меня есть проекты еще которые мне нужно вышивать которые тоже ждут своего часа которые тоже ждут свои вышивки но я планирую мой план две недели две недельки я выделю я бы хотела здесь опять я бы хотела вышить за две недели потому что здесь сложность этой работы в том что если меня покидает ну то есть покидает меня муза я просто перестаю их вышивать либо я вышиваю очень медленно очень медленно вышиваю но я хочу вам рассказать вам рассказать самой как бы вдохновиться и в дальнейшем пользоваться своим этим методом я хочу вам рассказать как же все-таки не забросить либо как же все-таки начать вышивать свой долгострой для того чтобы его вышить вышить и уже знаете как гордиться собой да я это смогла я смогла вышить этот долгострой вот что я делаю я вам расскажу как я делаю я вишенки вышиваю каждый день да сейчас минуту я хочу найти обозначение ниточек мне кажется я его не принесла я сейчас одну минуту я сейчас вернусь так вот я принесла свое обозначение как я не знаю готовилась готовилась ну короче ладно вы меня простите так смотрим я сейчас я выберу цвет каким же я буду вышивать я начну с этого края ну давайте начнем с буквы Ю 29 номер так вот о чем же я о том что я вышиваю вишенки каждый день и то что я сейчас буду говорить это я рекомендую вам тоже так делать всем ну буквально всем всем участникам и даже тем кто не участвует в проекте ликвидация есть работы которые идут туго долго ну и как бы знаете которые требуют какое-то там вдохновение либо какой-то там подпитки ну я не знаю какого-то там дополнительного желания и поэтому для того чтобы вышивать свою работу та которая долго лежит нужно ее вышивать каждый день это не значит что вы должны вышивать только ее нет вы каждый день выделяете хотя бы хотя бы 20 минут в день но 20 минут в день для такой работы которая лежит давно и долго этого вполне достаточно объясняю почему потому что каждый день вы держите свою работу в руках 20 минут да за 20 минут можно так судить а что я же вышью за этих 20 минут я только успею ниточку в иголочку вдеть и все и 20 минут закончилось там два крестика вышить да вы вышите два крестика но вы вышите сегодня два крестика 20 минут повышевали ну то есть если у вас нет желания больше дальше вышивать и вы себя заставляете да заставляете берите вышивку в руки и начинайте просто себя берите и заставляйте для того чтобы я сейчас минуточку мне чтобы не ошибиться мне нужно понять где здесь у меня закончился так 258 а здесь у меня 257 я чтобы не ошибиться где какая у меня клеточка идет по схеме мне нужно понять 258 это 258 так да правильно это июня 258 вот смотрите вы берете работу каждый день в руки свою работу вышиваете 20 минут 20 минут вышиваете сегодня вышиваете 20 минут отложили желание не появилось вышивать завтра берете опять же на 20 минут и вышиваете вышиваете опять сколько там у вас получилось за этих 20 минут вышить вы настроились пока мы настроились пока мы нашли в схеме вышили 2-3 крестика отлично отложили дальше дальше на следующий день вы берете опять вашу же работу и так каждый день просто просто вот вот ну попробуйте попробуйте такой эксперимент я попробовала у меня как бы могу сказать получилось я вышиваю вишенки каждый день я не пропускаю ни одного дня и даже сегодня сегодня понедельник я еще ну я еще сегодня не вышивала потому что утром я пока там приготовила еду ну пока собрались мы на работу чего-то сегодня я утром утром проспала как бы я сегодня не вышивала вечером я еще не успела повышевать потому что я тоже пока домашние дела и вот сейчас у меня видеоотчеты ну я вот сейчас с вами вместе повышеваю вишенки сколько я вышью сегодня не знаю а после видеоотчета я даже не знаю буду ли я вышивать или нет потому что ну не знаю пока пока еще время покажет но я вышиваю вишенки каждый день и реально это работает просто вы каждый день держите работу в руках вы не привыкаете вы вместе с ней как бы могу сказать так обмениваетесь знаете так таким духовным каким-то там вдохновением вы начинаете на нее смотреть по-другому то есть а почему мне она не нравится начинать такие вопросы задаваться то есть что в ней не так что вам не нравится то есть канва темная или нитки темные или у вас настроение сейчас не на эту вышивку то есть вы начинаете в себе разбираться а почему первый вопрос приходит в голову почему я не вышиваю ее ну когда же вы ее покупали когда же вы начинали вышивать у вас было вдохновение было желание вышивать но потом что-то случилось понятно мы творческие люди мы имеем право выбирать сегодня вышивать одно завтра вышивать другое но все же нужно то есть доводить дело до конца не годится когда лежат прекрасные шедевры прекрасные работы в шкафу и они не вышиваются это никуда не годится так что берем берем ниточку иголочку кто бисер и садимся вместе со мной вышиваем сколько времени у вас получится выделить на вашу работу ну как у вас получится получится 20 минут отлично получится 10 минут но ничего страшного зато вы хоть глянули на эту работу зато вы хоть ее достали вспомнили ее потом в дальнейшем так со временем пройдет время пройдет неделька неделя две пройдет недели и вы уже будете машинально автоматически брать свою вышивку и вышивать и потом вы не заметите сами как вы на нее будете тратить не 20 минут а час час спокойно будете вышивать и так в дальнейшем вы вскоре в будущем вы ее вышите если вам сложно это делать одним то есть без компании добро пожаловать в проект ликвидация вышивальный проект ликвидация в фейсбуке в группе гигантомания ссылочку я оставлю с 1 октября я планирую запустить этот проект и вконтакте то есть еще в процессе разработки там пока месяца общества группа так как так случилось что я давно вконтакте уже меня давно вконтакте нет силы каких-то там определенных обстоятельств не будем обгляться в подробности и я вот с недавнего времени опять там попыталась зарегистрироваться но как бы в принципе у меня это получилось я пока узнаю почву знаете как общупываю почву что где кто чем там дышит и вообще есть ли там люди которые вышивают но оказывается есть конечно но все же я все равно привыкла к фейсбуку но если вы смотрите мое видео и вы зарегистрированы вконтакте я оставлю ссылочку на свой аккаунт и вы сможете ко мне подключаться в друзья мне писать в личку я отвечу на все ваши вопросы я с удовольствием вообще возьму вас в проект и будем мы с вами вместе ликвидировать ваши залежи вот не вышивуны вот так мне больше нравится такое не вышивун ну как бы так то долгострой какой-то долгострой долгострой стройки а не вышивун это у нас вышивание вот и поэтому минуточку чтобы я не ошиблась и поэтому прошу вас добавляться в проект ликвидация и ликвидировать свои работы то есть первое правило вы запомнили вышиваем каждый день каждый день вышиваем понемножечку по чуть-чуть второе правило добавляемся в вышивальный проект ликвидации для того чтобы быть не одному для того чтобы нас чтобы не скучать нас много будет и нас сейчас много и как бы вместе веселей так третье правило делать еженедельные отчеты для чего эти отчеты нужны то есть вы может быть зададите мне вопрос для чего же ты каждую неделю снимаешь отчет как бы прогресса особо не видно за неделю я могу сказать что я вижу прогресс за неделю я вижу прогресс в каждой вообще работе которая есть в проекте ликвидация я знаю каждую вашу работу просто наизусть можете не сомневаться я с закрытыми глазами могу сказать чья это работа кто вышивает сколько времени вышивает как вышиваете какие эмоции вы испытываете то есть где я вижу у человека есть какие-то там проблемы как-то там не вышивается я общаюсь с вами лично в личке то есть вы это знаете мы эти вопросы все пытаемся вместе решить я никогда вас не брошу в этом проекте ликвидации я вместе с вами буду решать ваши вопросы я такой же сам участник как вы но только то что благодаря вам я вышиваю этот проект и я хочу чтобы вы тоже вышивали свои долгострои благодаря этому проекту ну то есть чтобы это было ну принесло хоть какую-то знаете пользу не просто так не просто так какие-то отчеты еженедельные а чтобы это приносило пользу вот и поэтому третье правило что делаем отчетики каждую неделю следим за тем сколько мы вышили когда мы вышиваем и как оно вообще это вышивается я хочу посмотреть видно вам хоть на камеру то я могу так снимать а быть где-то далеко от камеры вот так что не унываем вышиваем и красотой наполняем два три так вы же не забывайте что в конце сезона осень опять будут у нас маленькие небольшие подарочки я думаю девочки которые получили подарочки с проекта ликвидации думаю что вы может быть вы рассчитывали на что-то более но все же маленький подарочек это не значит что он плохой на маленькие подарочки как бы не забываем что будут в проекте ликвидация и опять у нас по окончанию осени то есть закончится осень закончится этот сезон и опять те работы которые вышились в течение трех месяцев в течение осени им будут этим участникам будут подарены подарочки вот я с удовольствием это делаю я с большой душой это делаю но честно это как бы откровенно это ну никакая там не лезть никакая там никакая там знаете может быть там ни с каким подтекстом нет никакой выгоды я с этого не имею и это просто лично мое знаете как ну лично мое желание мне это нужно мне это нужно просто вот так вот этот цвет закончился я сейчас возьму другой цвет и продолжим дальше так вот так что вы не забудете три правила первое правило вышиваем каждый день второе правило добавляемся в проект ликвидация и третье правило делаем каждую неделю отчеты ну естественно мы не забываем наслаждаться жизнью не забываем вообще улыбаться не забываем то что в мире есть много чего хорошего красивого ну то есть делать хоть какое-то добро в этом мире становиться самим счастливее когда вы вышите вот ту свою работу которая лежит у вас я точно знаю что есть там посмотрите в коробочке в какой-то там в комодике вот там в самом низу вот ту работу доставайте и вышивайте вот вы знаете о чем я говорю так и когда вы вышите наконец-то вот ту работу может быть она у вас уже лежит и десяток лет всякое может быть я надеюсь что я познакомлюсь с таким человеком в своем проекте который вообще будет ликвидировать свою работу десятилетней давности но было бы интересно конечно мне было бы интересно понаблюдать вообще что это за работа и как она будет вышиваться и какие будут испытываться чувства при вышивке ну то есть на данном этапе через столько много лет через 10 лет ну то есть как бы какие у меня мечты ну не знаю найдется ли такой у меня участник или не найдется посмотрим вот посмотрим вселенная услышала мое желание я думаю что в скором будущем оно начнет исполняться вот так вот подписывайтесь на канал ставьте лайки и нажимайте колокольчик для того чтобы не пропустить ни одно видео первое что да с отчетами по ликвидации второе много чего интересного показываю рассказываю поднимаю вам настроение не даю вам скучать вот я по максимуму пытаюсь снимать видео для того чтобы вам не было скучно чтобы хоть как-то эту осень сделать запоминающейся и сделать комфортной но это не значит что только осенью смотреть мои видео нет в любое время года в любое время суток я хочу вам принести только радость и желание вышивать желание творить как говорится все девочки которые там может быть кто будет когда-то у нас в проекте мальчики ну знаю да есть мужчины которые вышивают редкость но есть все участники которые участвуют в проекте ликвидация я очень вообще вами горжусь я очень вами восхищай потому что у вас до того такие и вообще вот у нас проект ликвидация но все разные работы просто разные до того мы все здесь собрались разные люди разные личности разные получается вековой категории ура ну но у нас единственное одно есть это наше хобби это вышивка то есть этим мы с вами схожи и поэтому мы понимаем друг друга знаете когда я начинаю вот знаете вот ну бывали у меня такие моменты когда я еще не сильно общалась в фейсбуке когда еще не было мне проекта ликвидация не было единомышленников можно так сказать я свои мысли рассказывала своему мужу то есть я им начинала говорить ой мне нужно заказать нитки а вот там я вступила хочу вступить в авантюрку а мне нужно не хватает там 3 цвета ниточек ой что же мне делать и он на меня просто сидел смотрел думаю ну что же ты мне рассказывай да он молча слушал меня он пытался мне дать какой-то там совет ну там я не знаю типа ну не заказывай сейчас закажешь потом когда еще нужно будет ну ты что не понимаешь что мне нужны сейчас эти 3 цвета не потом а сейчас ну то есть он как бы с точки зрения человека который не вышивает он не может это понять а мы с вами друг друга можем понять когда не хватает 3 цвета что нужно срочно заказывать бог знает откуда присылают платить за пересылку дороже чем стоят эти ниточки но но это нужно это делать и это необходимо жизни нам просто необходимо вот так что я тоже очень благодарю фейсбук и вообще соцсети что есть возможности пообщаться с единомышленниками можем так сказать на свои вот эти вот темы потому что даже близкие люди то есть я не скажу что мой муж меня совсем не понимает нет он меня понимает он меня поддерживает он мне помогает и он он участвует в жизни в моей вышивальной в моей съемочной жизни потому что без него не проходит ни одна вообще настройка к съемке видео ну то есть он у меня тоже как бы принимает участие и даже он принимал участие был у меня видеооператор помогал мне снимал где там когда что я там делала готовила вышивку в багетку чтобы нести он мне снимал ну как бы он меня понимает поддерживает но все же с ним разговаривать на эти темы да и мне не особо интересно да и ему особо слушать тоже не хочется вот так что поэтому добавляйтесь в группу гигантоманию добавляйтесь в проект ликвидация будем вместе с вами ликвидировать будем с вами вместе вышивать наслаждаться процессом а потом будем наслаждаться вместе уже проделанной работой вышитой работой которая по той или иной причине как-то там не вышивалась даже если ну есть у нас девочки которые ну просто участвуют в проекте им интересно просто участвовать в проекте просто ну не то что это там долгострой которые они не могут зашивать нет они спокойно вышивают эту работу все в принципе но им интересно им интересно наша компания чет видео отчеты то есть тоже приветствуется такое если вы зададитесь вопросом а у меня нет такой работы вместе работа которая хочу вышивать не проблема мы ждем всех вообще все добавлять ликвидацию будем вместе с вами вышивать вдохновляться общаться на наши темы вышивальные так вот смотрите вышиваю вот видите вот я сейчас вышиваю на черной конве вот такими вот темно-серыми вообще цветами но это просто я не знаю ладно вот на этой вишеньки этого цвета очень мало то здесь будет схеме вот я сейчас покажу ну так вот по контуру здесь будет немножко а вот вторая вишенька она вся состоит из таких цветов вот представьте вот что мне нужно будет до того времени вообще я хочу чтобы я не знаю где мне найти так вот такого вдохновения пока миссия начну вышивать те части вишнях мне нужно запустить этот проект ликвидация не только в контакте в фейсбуке еще наверное везде где только можно в инстаграме где там еще там на разных форумах и так дальше для того чтобы хотя бы где-то искать вдохновение потому что без этого я ну вообще не выше никак такой немножечко такое голове у меня кружится слова не могу выразить его промолчу что так вот вот видите все же вышивается и вышьется и все будет отлично и оформиться мне это эти вишеньки надеюсь на это надеюсь что где вы ближайшем скором будущем так хочется уже вышивать много чего и вообще хочется быстро вышивать не знаю не знаю вообще как ускориться сколько времени мне вообще спать сутках потому что вишеньки я вышиваю в основном по утрам просыпаюсь в 5 часа утра то есть до 6 пока миссии мои близкие все просыпаются я часик трачу на вышивку и вышиваю там получается у меня не часа где-то минут 40 пока чай кофе 2 2 4 5 2 и 5 минуточку чтобы я не ошиблась вот здесь нужно четко эти крестики которые первые крестики первопроходцы их и так называю вышивать нужно четко все высчитывать чтобы потом в конце когда приходишь и к ним с другим цветом чтобы они сходились и чтобы не вызывать пенелопу это отметил она сейчас я здесь выше вообще так скучно но реально мне не сильно я получаю удовольствие от этих цветов темно-серых вообще на черной конве ну просто это есть тут и черным вышиваю да тут есть даже схеме черными ниточками вышиваю вообще задумка вот было что вышивать эти вишенки на белой конве а фон весь фон зашивать черным ну видите это мало то что тут одни одиночки еще вход черным я бы вообще бы никогда бы не вышила вообще вы никогда не то что там не знаю бросила вот уначал в этом вышивать начал там я начала к Hessen вот столько вера немножечко вышла потом я их бросила а потом же вот придумала этот проект думала думала как как что как же мне какой-то двигатель нужен и вот придумала проект ликвидации как-то дело вот пошло а еще бы черным бы фон высшивать я не знаю хорошо я как-то додумалась высыпать на черной канве чтобы не зашивать фон видите как бы по схеме они должны быть фон черная выше хорошо что я взяла черную канву вот так сейчас я еще выше 3 крестика и будем мы с вами на сегодня уже прощаться будем ждать следующей недельки я надеюсь что на следующей неделе у нас уже наконец-то опять будут финиш и будут завершенные работы я жду всех в ликвидации жду всех с отчетиками все всем желаю вообще желаю всем выполнить а то и перевыполнить норму несколько раз и желаю всем шустрые иголочки ровных крестиков ровных бисерин очек ровных стежков потому что работа у нас есть разные бисер и и и крест и полукрест разные работы вот желаю вам вдохновения на ваши вышивки желаю вам вдохновения и хорошего настроения и жду всех воскресенье в 22 на 0 с отчетиками до 22 на 0 с отчетиками так что на сегодня мы будем завершать это все немножечко вышло но достаточно пока вот с вами была милочка всем пока пока